Нужно разобраться с соотношением на количество ребер и количество вершин любого фланарного графа. Вот, если у меня три вершина, скажите, пожалуйста, на этой картинке сколько ребер и сколько вершин? Три, рекомендую. Замечательно. А теперь я к этой картинке добавлю еще одну вершину. Сколько тогда будет 6? Сколько будет вершин? 4. А если я добавлю еще одну вершину, что произойдет? Добавится еще три ребра. Правильно? И добавится еще одна вершина. Значит, если у вас граф получен такого типа конструкции, то в нем количество ребер это сколько? Это утроенное количество вершин в минус 6. Господа, это понятно или непонятно? Если из треугольников состоит? Если весь граф состоит только из треугольников. то в таком случае количество ребер выражается через количество вершин таким образом. Вот для конкретного примера. Потому что фактически, если у нас здесь опять треугольник, добавляем очередной вершин, добавляются три ребра, и у нас опять получается по сути треугольник. Но это, конечно, не общее рассуждение. А общее рассуждение, так я, наверное, зря здесь перешел к этой картинке. Давайте я сначала поговорю про ситуацию с любым графом. Когда у меня есть абсолютно любой планарный граф, у него какие-то там грани, они могут быть с большим количеством ребер, это все замечательно. Вот, могут быть просто такие торчащие ребра. Я хочу вам сейчас доказать, что если игра в планаре, то количество его ребер не больше, чем 3V-6. Это, на самом деле, очень несложно отделаться. Господа, если есть какая-то грань с большим количеством вершин, то можно просто провести лишнее ребро. От этого хуже не будет, правда? Вот здесь вот есть четырехугольник, замечательно, превратим его в 2-3 угольника. Здесь вот есть пятиугольник, хорошо. Здесь вот вообще торчат, мы проведем немножко. И что произойдет, когда я проведу все эти ребра, которые можно проводить? У меня количество вершин при этом не менялось. А что происходит постепенно с грани? Во что они превращаются? В треугольник. Треангуляция графа. Что? Треангуляция графа. Да, рано или поздно получилась картинка, состоящая только из треугольников. При этом количество ребра у нас росло, 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 все время каждый раз на единичку, каждый раз нарисовали новые ребра. Значит, если мы для новой картинки докажем это неравенство, то тем более оно было верно для старых. Замечательно. А для новой картинки у нас есть формула Э. Давайте. Эти БР, где БР? А вот те, которые вот из этого графа. Итак, вершинка. Минус ребер плюс грани, это двойка. И вот пусть все грани стали треугольными. И в том числе и внешние грани стали треугольными. Я уже не буду это дорисовывать, но надеюсь, что вы понимаете. Да и внешние грани треугольники, и все-все-все. Ребята, если все грани треугольные, то есть совершенно замечательное разница. Когда вы пройдете по каждой грани и посчитаете, сколько у нее ребра, то вы получите у каждой грани ответ 3. То есть получите число 3G. Отлично. Но при этом каждую ребру вы посчитаете два раза. Поэтому 3G это будет 2 ребра. В картинке составленный только из треугольников. И когда внешний грани тоже треугольник. Значит, вы можете вот из этого разница, выразить G через R. То есть G это 2 третьих R. И подставить сюда 2 третьих R. И что у нас тогда будет? Районство будет очень простое. V минус R плюс 2 третьих R это 2. Ну, минус R плюс 2 третьих R это минус 1 третьих. То есть получается V минус 1 треть R это треугольник. Умножить на 3. 3V минус R равно 6. 3V минус R равно 6. А R нужно потому, что нам нужно. В графике максимальное количество ребра 3V минус R равно 6. То есть R это 3V минус 6, как я и обещал. А значит, вообще раньше выполнялось вот такое неравенство. R меньше или равно 3V минус 6.